Приветствую все в дискуссионном клубе Полтава. Я его организатор, мое дискуссионное прозвище Кихот. Сейчас состоится дискуссия между мною и уважаемым учителем Железным Самсоном. Тема нашей дискуссии – коронавирус. Он приносит обществу больше пользы или больше вреда. Вроде бы парадоксальный вопрос. Коронавирус сколько горя приносит в экономику. Но мы решили рассмотреть этот вопрос по правилам нашего дискуссионного клуба. Передаю слово уважаемому учителю Железному Самсону. Добрый день, друзья. Сегодня мы вместе с уважаемым Кихотом предлагаем вашему вниманию очередную, актуальную, надеемся, интересную для вас тему, которая вот уже на протяжении почти полугода подоражит весь мир. Название ей – коронавирус. Давайте сегодня посмотрим, в чем же его феномен. Постараемся сжато, насколько это возможно, учесть все за и против аргументов в ту или иную сторону. Напомню правила нашего дискуссионного клуба «Полтава». Каждая из сторон готовит письменно три аргумента. Одна сторона в позицию «за», другая сторона в позицию «против». Потом стороны обмениваются аргументами и на основании всех подготовленных аргументов стороны делают вывод. То есть вывод является компромиссным, он мирит две позиции. Но в сегодняшней дискуссии мы делаем чуть иначе. Каждая сторона готовит аргументы как «за», так и «против» и готовит вывод на основании только своих аргументов, подготовленных «за» и «против». Нам интересно понять, совпадут ли наши аргументы. Если аргументы совпадут, то это будет являться таким косвенным признаком того, что метод имеет признаки объективного метода. То есть любой человек, любой дискуссант, он, используя этот метод, приходит к одному и тому же самому результату. Разумеется, что все дискуссанты имеют разный уровень подготовки, разное мировоззрение, разные пристрастия. И вопросы тоже являются разными. Но, тем не менее, такое сравнение является хоть каким-то подтверждением объективности. Другого пока подтверждения у нас нет. Итак, приступим к дискуссии. Польза или вред коронавируса обществу. Напомню, это такая тема. И сейчас учитель Железный Самсон скажет свой первый аргумент в пользу пользы коронавируса обществу. Аргумент в пользу коронавируса, он стал великим, уравнительным для всех людей с разным социальным статусом, для разных прослоек населения. Независимо от того, кто ты, миллиардер или нещий, президент, премьер-министры, депутат или просто труженик, все имеют равные шансы попасть в немилость к коронавирусу. Как подтверждение всему вышесказанному, уже не единичный случай заражения представителей высших эшелонов власти, в частности в России, Великобритании, Австралии, Канаде, не именула сия участь и украинского депутатского корпуса. И если раньше украинские верможи моментально летели лечиться за границу, сейчас извольте, какие условия для лечения вы создали для простых людей, в те же условия попадете сами. Это очень серьезный аргумент и очень весомый. То есть коронавирус выступил такой страшной, жуткой линейкой, которая подровняла все человечество под один как бы уровень. Марксизм сколько ни пытался, не смог этого сделать. И всю историю человечества, оно пытается как-то выровнять шансы для всех. И вот на тебе пришло горе. Теперь я скажу свой первый аргумент. Посмотрим, совпадет ли он с аргументом уважаемого учителя Железного Самсона. Звучит он так. Наши соседи требуют уважения. Микробы, вирусы, киты, улитки, кошки, собаки. Кстати, самая последняя рыбешка дает нам себя в пропитание. И корова дает нам молоко. На земле мы не одни. Вирус плюнул нам в самую душу. Это вместо того, чтобы крикнуть «хватит на все стороны руками махать!» Так и зашибиться недолго. Выходит, человечество делало что-то не так, если оно пришло к такому печальному результату. Это что касается сути моего аргумента. То есть, чтобы жить дальше на этой земле, мы таки должны как-то изменить свою жизнь. Насколько этот аргумент сходен с аргументом учителя Железного Самсона? Я думаю, по сути, мы говорим о одном и том же. Учитель говорит о уравнителе для всех людей. Я говорю, что соседи требуют уважения. А если требуют уважения, то есть они просят чуть умерить свой пыл. То есть, уравняться с ними, с микробами, вирусами и прочими живыми существами на земле. То есть, мы должны чуть уменьшиться, остепениться. Вот я бы сказал так. То есть, наши аргументы, я бы сказал так, что сходятся. А сейчас я передаю слово учителю Железному Самсону для второго аргумента в пользу того, что коронавирус вроде бы несет пользу. Благодаря коронавирусу экология планеты Земля с облегчением вздохнула. Уже ни для кого не новость в том, что ходные просторы итальянской Венеции очистились до такой степени, что впервые за долгие годы люди увидели дно морское. А возле причала Одесского порта Радостного резвятся дельфины. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Это так можно еще сказать о аргументе уважаемого учителя Железного Самсона. Абсолютная правда. Человечество умерило свой пыл, и сразу и природа вздохнула на полную грудь. Давайте посмотрим, какой аргумент предложил Кихот. Аргумент номер два в пользу того, что вроде бы этот ужасный коронавирус несет пользу. Называется он антихрупкость. Коронавирус вырвал человечество из вязкой, сытой сонливости. Оказывается, наша цивилизация очень хрупка, как хрусталь. Пора закатывать рукава и делать ее антихрупкой. Оказывается, не прибыль является нашей целью, а антихрупкость. Наша цивилизация уже будет другой. Вроде бы наши аргументы с уважаемым учителем Железным Самсоном о ином. Учитель говорит о экологии, а Кихот о антихрупкости. Но антихрупкость в применении к человечеству, это по сути и есть экология. Это же наш дом общий, который должен быть антихрупким. То есть он не должен разваливаться. И выходит цель не максимизация прибыли, за которую мы все гонимся. А вот именно вот эта антихрупкость, то есть жить в ладу с природой. То есть я бы сказал, что наши эти аргументы, они по сути своей совпадают. Дальше я передаю слово уважаемому учителю Железному Самсону для третьего аргумента. Существенно отменяется сознание людей. Если раньше люди, невзирая на космические законы, могли заниматься глобальным планированием своего будущего, то сейчас мы очень убедились в справедливости толкования двух пословиц. Первое. Хочешь рассмешить Бога? Расскажи Ему о своих планах. И второе. Подобное. Первое. Мы предполагаем, Господь Бог располагает. Вот почему, актуально рассказывая о своих планах, вставлять фразу «если Бог даст». А теперь посмотрим еще один момент, очень интересный, по некоторым меркам даже фантастический. Это недавно я услышал от семейного доктора Дмитрия Комаровского. Ну и, наверное, в заключение, самая крутая новость, которую я вообще прочитал по поводу коронавирусной инфекции. На меня, например, это произвело просто потрясающее впечатление. Бандиты в Южноафриканской республике прекратили ворожду между группировками и стали волонтерами. Представляете себе? То есть на сегодня в ЮАР преступность снизилась на 75%. Враждующие банды, в частности Кейптауна, установили перемирие, и члены разных группировок встречаются на улицах города и распространяют товары среди местных жителей. Ну, в общем, теперь вот эти ребята, которые бандиты, они активно дают интервью средствам массовой информации и рассказывают о том, что они еще никогда не были так счастливы. Плюс выступают постоянно служители церкви, которые их очень хвалят и говорят, ну что, в общем, это просто чудо. Вот Боженька вдруг, кроме коронавируса, наслал на нас реальные представления о том, что спасет человечество. Оказывается, не красота, оказывается, любовь. Я бы сказал так, что эта страшная ситуация с вирусом, она дает нам шанс задуматься. Шанс, а вот поменяется ли сознание людей, это мы будем видеть уже по итогу, как нам обещают, вроде бы это продлится два года, или это будет с нами навсегда. Да, шанс этот есть задуматься. Если мы задумаемся, значит, мы изменим как-то свое поведение. Я думаю, так и будет, другого выхода просто нету, и нет другого варианта. Теперь мой аргумент, третий. Каждому стать философом, человеком, задумавшимся о чем-то большем, нежели огромном гамбургере в руке и литровой коле в другой. Наша смерть, смерть каждого, всегда с нами и стоит на пороге. Когда смерть нагрянет, мы ее гамбургерами будем угощать. Собственно, этот мой аргумент, он продолжает аргумент уважаемого учителя Железного Самсона, где он говорил, что существенно меняется сознание людей. Мы, по сути, говорим о одном и том же, что у нас сейчас время для того, чтобы задуматься и изменить вектор нашего развития в целом, как человечества, и каждого из нас жить более в ладу с природой. Вроде бы это вытекает из наших аргументов. Давайте подытожим аргументы всей позиции пользы коронавируса обществу. Коронавирус стал великим уравнителем для всех людей. И наши соседи, вирусы и прочие, требуют уважения. Благодаря коронавирусу экология планеты вздохнула. Дальше я говорю о антихрупкости, что надо жить в ладу таки с природой, не разрушать этот наш дом. Потом меняется сознание людей и каждому стать философом. Вся эта позиция, можно выразить одним словом, нужно изменить жизнь таким образом, чтобы не разрушать природу, тот дом, в котором мы все живем. Вот это такая позиция. И это та польза, которую вроде бы принес этот ужасный коронавирус. Теперь давайте поговорим о вреде. Вред. Аргументы вреда коронавирусу нашему обществу. Передаю слово уважаемому учителю Железному Самсону для первого аргумента в пользу того, что коронавирус несет вред. Итак, первым аргументом негатива явления коронавируса является, несомненно, лишение самого дорогого, ради чего существует человечество, это лишение человеческой жизни. И хотя существует масса других способов лишить человека жизни, коронавирус как раз уникален тем, что дает шанс людям, которые пришли в этот мир, для самосовершенствования. Итак, давайте сравним. Если человек в школе учился плохо, максимум наказания для него было порицание родителей с вытекающими отсюда последствиями, с минимальным риском для жизни. Наша жизнь – это такая же школа, и на кону более серьезные последствия. Пока сейчас карантин – это своего рода каникулы. Коронавирус, условно, по школьным меркам, можно назвать заданием со звездочками. И у нас в досталь времени, чтобы разобраться в этом вопросе. А если попусту тратить время, значит, возможны серьезные последствия, вплоть до летального исхода. И тогда обижаться на то, что произошло в конечном итоге, можно только на себя. Я не буду комментировать аргумент уважаемого учителя, а сразу скажу свой первый аргумент в пользу вреда коронавирусу обществу. Звучит он так. Умирают люди, которым еще жить, и теперь их нет. А это горе для всех, не только для близких. Ведь каждый человек – это возможности для всех. Люди уходят, с ними уходят возможности. Как видим, у нас одинаковые аргументы с уважаемым учителем. Мы выразили их разными словами, но суть та же. Смерть. А смерть – это всегда зло. Это всегда зло. То есть за наше научение, за нашу учебу мы платим страшную цену. Мы платим цену смертью. Второй аргумент уважаемого учителя Железного Самсона. Передаю ему слово. Аргументом вторым, к негативным явлениям, несомненно, нужно отнести падение экономики в большом мире. Хотя и здесь при желании все минусы можно превратить в плюсы. При мудром, подчеркиваю, профессиональном отношении к экономике правительства Украины открываются безграничные возможности, в особенности агросектора, укрпромспекта, легкой промышленности и так далее. Как вариант поддержания отечественного товаропроизводителя с увеличением занятости населения, а соответственно рабочих мест. И как следствие всего можно увеличить благосостояние людей. Или еще один вариант, скажем так, переориентация производства. То есть идти внук со временем, исходя из форс-мажорной ситуации. В общем, как говорится, все в наших руках. Было бы желание. И этот аргумент уважаемого учителя Железного Самсона я не буду комментировать, а сразу говорю свой аргумент. Звучит он так. Коронавирусный карантин разрушает экономику. Люди остаются без работы, без средств для жизни. И сказать тут больше нечего. И так наши аргументы с уважаемым учителем, они абсолютно совпадают. Падение экономики. Экономика это жизнь, это возможность человеку жить, питаться, развиваться. И это плохо. По сути, этот второй аргумент, он является продолжением первого аргумента против. То есть тут, где мы говорили о лишении жизни, о смерти. Потому что падение экономики, уничтожение экономики, это же та же самая смерть. Теперь переходим к третьему аргументу. Уважаемый учитель Железный Самсон, третий аргумент. Третьим негативным фактором коронавируса является отмена развлекательных и спортивных мероприятий. Впервые за все время проведения одномоментно отменены Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Евровидение. Открывается отдых на курортах. В общем, скажем так, все мероприятия, где прослеживается большое скопление людей. Сюда же можно причислить и всемирно затяжной транспортный коллапс. Я бы сказал так. Тут ничего не меняется в этом плане. Мы все люди живем по принципу хлеба и зрелищ. Хлеба и зрелищ. Вот зрелища у нас отняли. Зрелища те, которыми мы жили. Нам предложили вроде бы другие зрелища, онлайн зрелища, к которым мы еще не привыкли. Давайте посмотрим, какой аргумент сказал Кихот. Люди становятся несчастными, ведь разрушается привычный уклад жизни, и мы ощущаем горе. Неужели объятия, поцелуи, рукопожатия, дружные и тесные компании мы сможем видеть только в компьютере? Если сравнить эти наши аргументы, то тоже они вроде бы сходятся, только Кихот сосредоточился на другом аспекте, на аспекте личного взаимодействия людей друг с другом. Люди ведь социальные существа, и тут вдруг эти социальные связи, они разрушаются. Уважаемый учитель говорил о зрелищах. Но это, по сути, тоже как бы дополняет эти наши аргументы один другого. Итак, давайте посмотрим в целом на позицию вреда коронавирусу обществу. Итак, карантин вследствие коронавируса, он лишает жизни, это однозначно зло. Смерть – это всегда зло. Умирают люди. Падает экономика. Экономика – это тоже жизнь. Падает экономика, она тоже увеличивает количество смертей и увеличивает зло. То есть это зло. Отмена зрелищ и разрушение социальных связей между людьми – это тоже является злом. Таким образом, зло от карантина, от коронавируса, оно всеобъемлющее, и оно страшно, это зло. Но, выходит, если посмотреть на эти две позиции, то ценой вот таких страданий, такого зла, мы, возможно, переходим в какой-то новый мир. Теперь давайте посмотрим, какие выводы стороны сделали, основываясь на всех своих высказанных аргументах. Передаю слово для вывода уважаемому учителю Железному Самсону. И, наконец, подведу свой субъективный итог всему вышесказанному. Объективно оценить необходимые и позитивные стороны коронавируса, я думаю, можно будет в полной мере спустя некоторое время. Но сейчас пока его нужно принять как не случайный свершившийся факт, как инструмент в руках Вселенной. Коронавирус всего лишь подтверждает избыточную, знакомую всем фразу. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Прикладывать к этому усилия или нет право выбора – это из нас. Ну и в заключение, друзья, хочу поблагодарить за интересную дискуссию, уважаемого Кихота, а всех наших слушателей за внимание к данной теме. До свидания, до новых интересных тем, друзья. Я пока не буду комментировать вывод уважаемого учителя Железного Самсона, а скажу свой вывод. Все высказанные аргументы, даже говорящие о пользе коронавируса, показывают его вред для каждого отдельного человека и всего человечества. Поскольку коронавирус ничего не созидает, а только все разрушает. Он разрушает то, что человечество создавало, чем жило. Он разрушает даже наше мировоззрение. Пусть даже оно было неправильное, все равно нам больно. Другое дело, на обломках старого человечества рождаются новые, через боль, слезы и страдания. И так же же было всю историю человечества. Вся история человечества – это боль, слезы, страдания и смерть. Человек ведь смертен. Если считать развитие объективным и бесповоротным, к нему вообще неприменимы понятия пользы или вреда. Развитие находится за гранью этих понятий. Если сравнить наши с учителем выводы, я бы сказал, что они в сути совпадают. И вывод учителя, и вывод Кихота говорят о том, что коронавирус, все это горе, вызванное этим вирусом, это лежит за гранью добра и зла. То есть это как объективная реальность, на которую мы не можем повлиять, вернее, мы можем, изменив свое мировоззрение и свое поведение. Вот такие выводы, вот такая дискуссия. А что думаете вы по высказанным нами аргументам, вообще по дискуссии? Как вы считаете, совпадают ли наши аргументы? Как по мне, то наши аргументы и выводы, они совпадают. И это хоть и слабое, но хоть какое-то подтверждение того, что дискуссия работает объективно. То есть дискуссионный метод, он работает объективно, независимо от того, какие люди принимают участие в дискуссии. Мы приходим к одним и тем же результатам, если продискутируем по правилам, без особых эмоций, с уважением друг к другу. Жду ваши комментарии под этим видео. Там же под видео будет ссылка для голосования, можно будет проголосовать. На этом все. Спасибо всем за внимание. Предлагайте темы следующих дискуссий. И еще отдельное спасибо хочу сказать уважаемому учителю Железному Самсону за дискуссию.